Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святаго Духа будет со всеми вами. Ежегодно каждую четвертую субботу после Пасхи в День Собора Новомучеников в Бутове Пострадавших проходит Божественная Литургия. В нынешнем году этот день совпал с Днем Победы, а потому богослужение было перенесено на 16 мая. На территории знаменитого Бутовского полигона собрались сотни верующих, а также родственников пострадавших в годы репрессии. И мы сегодня, сознавая, какую скорость, какие изуверские испытания претерпели эти люди, не можем не собраться от мысли о том, как же мы живем, и насколько мы способны уподобиться тем, кто так мужественно, стойко, вероисповедно страдал и отдавал свою кровь душу и жизнь за тем, кто будет жить после нее. Русская Голгофа, так называют Бутовский полигон, где с августа 1937 по октябрь 1938 года были расстреляны за свое вероисповедание десятки тысяч человек. 330 из них причислены к лику святых. Верующих свозили в Бутово со всей страны и убивали без суда и следствия по решению НКВД. Патриарх Кирилл, который возглавил литургию и панихиду по убиенным, назвал их небесными защитниками Родины. За Родину отдавали жизнь, поймая под Родиной некую великую святыню. Когда при слове Родину у людей катились слезы из глаз, при всем понимании того, что так было много тяжкого и даже безобразного в жизни Родины. И в этом смысле подвиг тех, кто погиб, защищая Отечество, и подвиг тех, кто в мирное время погибал за то же, за ту же самую духовную сердцевину жизни нашего народа, он соединяется. Это не общий подвиг. Поклониться невинно убиенным приехал и глава Ленинского района Олег Хромов. Ведь в России нет больше места, где бы покоились мощи столь большого количества святых.